Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» о событиях понедельника, 31 октября, вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габешия. Первый привет от приближающейся зимы. В центре Сочи сегодня утром выпал град. Жертвы ДТП и упавший со стены гость курорта. Минувшие выходные выдались для сочинских спасателей нелегкими. Аллея Челтенхэма пополнилась с новыми деревьями. В субботу там прошла акция «Посадить дерево». Более 400 спортсменов боролись за медаль в Сочи. Прошел чемпионат и первенство ЮФО под Хэквондо ИТФ. Владимир Путин поблагодарил кубанских фермеров за рис. Президент в Сочи встретился с ведущими рисоводами Краснодарского края. В этом году в регионе собрали рекордный за всю историю урожай. Больше миллиона тонн крупы. Президент поинтересовался у фермеров, как удалось достичь такого результата. Новые средства защиты растений пришли в рисоводство. Новые удобрения. И вот вкупе, если все это дело взять, дадут такой результат. Это многие составляющие. Но самое главное, считаю, конечно, люди поверили сами в себя. Земля практически сегодня до последнего гектара уже рисом освоена. За последние 20 лет в 2,5 раза увеличился сбор риса в нашей стране. И в основном это за счет того производства, которое осуществляется у вас здесь в основном. Да и в целом аграрный сектор демонстрирует очень хорошие результаты. Сельское хозяйство стало и прибыльным, и очень эффективным сектором российской экономики. Что очень здорово. С чем я и вас, и всех в тружениках села еще раз хочу поздравить. Это реально большой результат и очень показательный результат. Сельское хозяйство было не такое и не то, которое было 10 лет назад. И даже не то, которое было 5 лет назад. Сегодня экономически выгодно заниматься сельским хозяйством. И это, конечно, и село отмечает выгодно. Поэтому это не просто жизнь в селе, это работа. Это очень важно. Губернатор края, также присутствовавший на встрече, добавил, что исторического урожая удалось добиться и благодаря 10 тысячам гектаров рисовых систем в Темрюкском районе, которые передали в региональную собственность. До этого земли 12 лет просто зарастали сорняком. Сегодня ощущают и они на себе, и все селяне. Ощущает беспрецедентную на самом деле нашу поддержку. Села, это не только поддержка их, это поддержка жизни на селе. Это сегодня очень важно. Мы сегодня очень развились с точки зрения русской культуры и разведения. Мы не собрали, по-моему, такой урожай без 10 тысяч гектаров риса. Если бы вы нам их не передали в прошлом году в краевую собственность. Мы их не продали, мы их не сдали в аренду, краевое государственное предприятие, которое сегодня и вот этот пирог рисовый дало свой результат, где мы вышли за миллион тонн. Миллион тонн кубанского риса – это не предел, заявил Вениамин Кондратьев. Потенциал отрасли гораздо больше. Но для этого нужна системная работа. Модернизация инфраструктуры по мелиорации, обновление техники, контроль за содержанием рисовых чеков. В том числе губернатор предложил разработать на федеральном уровне программу по утилизации рисовой стерни. Сейчас ее сжигают, что наносит вред полям и сказывается на будущем урожае. Рис – это очень специфическая солома, она жесткая, под постилку, никуда нельзя одевать. Мы просим вас, по закону это делать нельзя. Но если делать спецрегламент, опакивать поле, пожарную машину, ответственность, ведь сегодня ее все равно жгут. Только поджигают и убегают, чтобы под ответственность не подвести. Давайте это обсудим. Это нужно вместе с МЧС прорабатывать и выработать единые правила работы. Давайте сделайте предложение, а я поручу проработать во всех, как в таких случаях говорят, заинтересованных ведомствах, в том числе в МЧС. Кубань по праву можно назвать рисовой столицей России. 80% этой крупы в стране выращивают именно в Краснодарском крае. Кубанские сорта пользуются успехом и за границей. Рис экспортируют в Турцию, Сирию и Казахстан. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Большой фестиваль риса прошел в Атамане. На праздник съехались жители со всех городов и районов Кубани. Там было на что посмотреть и что попробовать. Столы ломились от угощений. Практически каждое блюдо было из риса. О празднике в этой деревне расскажут наши краснодарские коллеги. Сегодня у нас суп харчо. Объедение грузинское блюдо. Видите, нарасхват. Дальше у нас. И селись. Пожалуйста, красавчик. И у нас плов. Уже почти весь съели. Пирог, пирожки, овощи с рисом, всех блюд даже и не перечесть. Кубанские хозяйки постарались на славу, но король праздника сегодня плов. Его готовили в каждом курине. Главное рисовое блюдо гости сметали со стола. А кому-то даже повезло пополнить коллекцию своей поваренной книги новыми рецептами. Здесь пробовали пирожки с рисом, пробовали еще разные пловы, очень вкусные на самом деле. Я взяла даже себе рецепт один. Вообще очень здорово, эмоций очень много и море просто. Очень зажигательно, весело, настроение вообще выше крыши. Несмотря на пасмурную погоду и ветер на фестивале риса в Атамань, приехали тысячи гостей. Организаторы подготовили не только насыщенную гастрономическую программу, но и культурную. По традиции, народную мельцу Кубани привезли свои изделия. Каждый желающий мог купить понравившуюся вещь или сделать сувенир своими руками. А для кого-то главное было загадать желание. Но для его исполнения надо было потрудиться и залезть в котел. Прямо как в сказке «Конек-горбунок». Иванушка дурачок. Кем он был? Иванушка. И когда он окунулся в котел, он вышел из него Иваном Царевичем. Поэтому есть заветная мечта. Я хочу, чтобы у моих детей было все хорошо. Я переживаю за них. Фестиваль риса – это большой праздник для всех агрария в Кубани. Заветный миллион впервые собран в советских времен. Нового урожая, белого золота, хватит, чтобы накормить не только регион, но и всю страну. Уборка была непростой, но даже капризы погоды не помешали аграриям прийти к заветной цели. Факторов много. Это наши семена, которые испокон веков выращивали здесь, на Кубани. И сегодня они дают высокие результаты. Это труд наших тружеников, который позволил достичь этих результатов. Это, конечно же, государственная поддержка, которая позволяет сегодня энергонасыщенную технику покупать с большей скидкой. Это поддержка миллиараторов для того, чтобы производить миллиардные работы и получать на это субсидию. Цифры с шести нулями – это большая работа аграриев, ученых, хлеборобов и даже журналистов. Вице-губернатор поздравил виновников праздника с рекордным урожаем и передал славу благодарности от главы региона Вениамина Кондратьева. Лучших сегодня на главной сцене этнографического комплекса награждали председатель ЗСК Владимир Бикетов и вице-губернатор Андрей Коробко. Среди них и наша коллега Анжелика Ефимова. В этом году лидерами уборки стали Калининский, Славинский и Красноармейские районы. Наше крестьянское хозяйство уже на протяжении трех лет занимает первое место в крае по урожайности риса. В этом году урожайность составила 84,5 центра сектара. Мы внесли весовый вклад в миллион тонн кубанского риса. Передовиков жатвы поздравляли не только со сцены вице-губернатора. Председатель ЗСК зашли в каждый курень. А в Атамане сегодня целый день звучали казачьи песни и в пляс спустились не только артисты, но и гости. Елена Касабова, Майя Губа, Михаил Ласенко и Артур Завада, Кубань-24, Темрюкский район. Безопасность кубанцев превыше всего. Подготовку ко Дню народного единства обсудили в администрации края. Там прошло заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Его совместно провели губернатор Вениамин Кондратьев и начальник краевого управления ФСБ Игорь Колосов. В зале представители всех контролирующих служб на видеосвязи главы городов и районов края. 4 ноября по всему региону пройдут праздничные гуляния. Поэтому губернатор ставит задачу обеспечить охрану в местах массового пребывания людей, ужесточить пропускной и досмотровой режим, а подразделение полиции усилить казаками. Необходимо организовать постоянное дежурство оперативных служб и скорой помощи. Непосредственно, как я уже сказал, и 4 ноября, и 6-7 ноября в местах массового скопления людей. Нужно усилить подразделение полиции казаками. Казаки – это та сила, которая на самом деле должна обеспечить правопорядок на каждой улице. Начиная с маленького хутора, а станет и заканчивая нашим столичным городом. Поэтому прошу здесь привлечь казаков ко всем мероприятиям, связанным с проведением этих массовых мероприятий. Все места массовых гуляний будут проверены специальной техникой и кинологами. А в праздничные дни за охраной общественного порядка будут следить более 3000 сотрудников внутренних дел. И к другим новостям. В Сочи сегодня утром выпал град. Причем белыми стали газоны и тротуары только центральной части курорта. К тому же ощутимо похолодало. Град на курорте сегодня стал одной из самых популярных новостей в соцсетях. Фотографировали белые клумбы и делились картинками почти все пешеходы. Накануне МЧС информировала горожан о том, что в горах курорта ожидается сильный снег. Кроме того, утром и днем 31 октября на участке Магрия Веселая сохранялась опасность формирования смерчей над морем. Все экстренные коммунальные службы приведены в состоянии повышенной готовности. Минувшие выходные выдались для сочинских спасателей нелегкими. Продолжается поиск сочинца, пропавшего в лесу в районе Салахаула. Спасатели обследовали ущелья реки Бзыч и ручья Монетные. Склоны близлежащих хребтов осмотрели местность вертолета. Но никаких вещей или следов пропавшего мужчины не обнаружено. Накануне спасатели также вывели из леса заблудившегося грибника. Еще одного продолжают искать сегодня. Не обошлось и без выездов по городу. В районе концертного зала фестиваль с подпорной стены упал мужчина. Получил перелом позвоночника. Спасатели при помощи вакуумной шины зафиксировали позвоночник и голову 57-летнего жителя Белореченска. После чего на жестких носилках транспортировали мужчину к автомобилю скорой помощи. А сегодня в три ночи медики сообщили, что на улице Донской произошло ДТП, в результате которого в легковом автомобиле зажало человека. Спасатели деблокировали пострадавшего 23-летнего сочинца и передали его врачам. 12 нарушителей правил пограничного режима. Таков суточный итог работы одного мобильного поста пограничного контроля в районе Нижней Шиловки. Сотрудники пограничного отделения установили, что все нарушители, большая часть из которых приезжие из Узбекистана, выехали в приграничье с целью трудоустройства. Однако из-за отсутствия пропусков пограничную зону не только не смогли осуществить задуманное, но и понесли непредвиденные расходы. За административное правонарушение предусмотрен штраф до 1000 рублей и выдворение за пределы пограничной зоны. Только за два месяца за нарушение правил пограничного режима в приграничных районах Большого Сочи выявлено свыше 400 граждан. Все они привлечены к административной ответственности. В пограничном управлении ФСБ России по Краснодарскому краю напоминают, что для пребывания на территории, расположенной в пределах 5-километровой полосы вдоль российско-абхазской границы от участка автодороги Джубга-Сочи в Междуречье, Мзымты и Псоу, включая населенные пункты Верхневеселая, Нижняя Шиловка, Черешня, Ермоловка, Аибга, необходимо иметь при себе гражданский паспорт и специальный пропуск. Подробную информацию можно получить по адресу улицы Театральная 5 или по телефону 266-88-57. Кроме этого, можно самостоятельно изучить приказы о пределах пограничной зоны и об утверждении правил пограничного режима, которые доступны в справочно-правовых системах в интернете. ЖКХ, газификация, дорожное движение, самострой и недобросовестные инвесторы. Теперь со всеми возникшими вопросами сочинцы приходят в приемную вновь избранного депутата Госдумы Константина Затулина. Минувшая неделя для Константина Затулина стала первой рабочей. Правда, прием граждан депутат Госдумы успел провести еще в избирательном штабе. Обращения, отмечает народный избранник, поступают как индивидуальные, так и затрагивающие интересы сотен сочинцев. С такими зачастую обращаются председатели ТОС. И все же чаще горожане записываются на прием к Затулину с вопросами житейскими. К работе ЖКХ у жителей летней столицы претензии есть всегда. Вот и на этот раз горожане затронули тему общедомовых расходов и нормативов на коммунальные услуги. Депутату Государственной Думы эти проблемы хорошо известны. Еще в период предвыборной кампании Константин Затулин создал рабочую группу по проблемам ЖКХ. Проблемы общедомовых расходов, они в минимальной степени зависят от местных властей, а максимально зависят от, ну по крайней мере, правительства России. Поэтому депутат Госдумы имеет выход на правительство, скорее всего не напрямую, а через комитет по делам ЖКХ. И мы предоставили ему материалы, предложения, как можно исправить, что является поводом для взвинчивания этих расценок и все остальное. И абсолютно убеждены, что поскольку это будет передано в комитет ЖКХ, а там специалисты, юристы и технические специалисты по этим проблемам, они хорошо поймут это все и, может быть, они подготовят как раз поправки в постановлении правительства, чтобы население не страдало. Частично, подчеркивает Затулин, проблемы решаются. Явными становятся ситуации, связанные и с застройкой тоже мамайки. Включился депутат и в решение вопроса строительства школы в этом микрорайоне. На следующей неделе у него запланированы встречи в министерствах образования и строительства страны. Мы продолжаем эпопею с газификацией. Я хочу обратить внимание граждан, особенно в Адверском районе, где эта работа проходит, что надо им как можно быстрее заниматься оформлением, потому что не вечно будет действовать льгота, которую мы пробили по старым ставкам оплаты подключения к газу. Много разных вопросов. При этом есть и маленькие радости, когда дело касается прежних обращений. И, скажем, надеюсь, что мы частично, по крайней мере, летом с ними проблемы в Лазаревском районе с переходами, которые все время там создавали волнение и протесты. Это улица Калараш. О завершении курортного сезона можно подумать и на перспективу, говорит народный избранник. В ближайшее время в Госдуме начнут обсуждать бюджет. Важный вопрос, продвигать который было обещано в начале предвыборной гонки, это усовершенствование генплана Сочи, напоминает сам депутат. В будущем году фестиваль молодежи и студентов запланирован в Сочи. Неплохо было бы провести конкурс молодых архитекторов в Сочи глазами молодых. С тем, чтобы мы таким образом внесли вклад в вопрос о принятии нового, более совершенного генерального плана развития города. То, что я обещал и то, что я хотел бы добиться в срок своего депутатства, это разработка и утверждение нового генерального плана развития города. На следующей неделе Константин Затулин примет участие в работе комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Госдумы. Там депутат затронет вопрос ратификации двух соглашений с Абхазией, в том числе и по военной базе. Ну а каждую последнюю неделю месяца Константин Затулин обещает посвятить работе с избирателями в округе. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. У сочинских бригад скорой помощи появились электронные помощники. Это планшеты. Ими оснащены более 50 медицинских бригад, которые находятся на дежурстве. Приедет уборочек в медицинской помощи. Ожидайте. На центральном компьютере отражено, и об этом рассказывает заведующий оперативным отделом скорой помощи, где и какая в данный момент находится бригада, чем она занимается, в пути ли или уже на выезде, а может свободно и ожидает вызова. Но теперь связь диспетчерской и врача или фельдшера скорой по интернету. Чем это хорошо для пациентов наших? Это опять-таки сокращает время передачи вызова, сокращает время доезда. И бригада получает уже полную информацию на планшет о месте вызова, повода и, соответственно, о самом пациенте. Ну и показывается на планшете топографическая точка вызова. Таким образом, рация и телефон уходят в прошлое. Теперь вызов из диспетчерской поступает сразу на планшет. Получается, что оснащение бригад скорой помощи новыми электронными помощниками требования времени. Все данные уже в напечатанном виде поступают на планшет. Соответственно, если нам нужно выезжать, то мы уже видим тот адрес, который у нас есть, место вызова. Если нам необходимо уточнить что-то по телефону, соответственно, уже высвечивается и телефон, по которому мы можем прозвонить больным или тому, кто вызывал. И, соответственно, это уже быстрее, это проще. Самое главное для скорой помощи – сэкономить время, чтобы сделать больше выездов. А по предварительным подсчетам, каждый такой вызов через интернет – это дополнительные 4 минуты драгоценного времени. Например, за эти сутки на станцию скорой помощи поступило 1183 звонка. Было осуществлено 472 выезда, госпитализировано 154 человека, в их числе 16 детей. Гелена Овсицына, Дмитрий Даниловский, телекомпания «ФКТ». Аллея Челтенхэма пополнилась новыми деревьями. В эту субботу там прошла акция «Посадить дерево». А в ходе мероприятия на Мацесте высадили более полусотни молодых саженцев, которые называются «Ликвиддамбры». Расскажет Ольга Десятого. Озеленим Сочи, сбережем природу, сохраним планету. С такими лозунгами и плакатами сочинские школьники, представители общественных организаций, волонтеры и ветераны вышли на акцию «Посади дерево». Несмотря на выходной день, на площади возле здания Мацесты собрались десятки неравнодушных сочинцев. У нас очень активные жители, у нас очень хорошо работает территориальный общественный совет самоуправления Мацеста. У нас уже люди привыкли к тому, что мы выходим на субботники, проводим всякую работу по благоустройству. В руках озеленителей – «Ликвидамбры». Пока это только саженцы. А вообще эти крупные листопадные деревья вырастают до 40 метров. Такими высажена главная транспортная артерия микрорайона – аллея Челтенхэма. Раньше она так и называлась – аллея «Ликвидамбров». Она была высажена в 1936 году, а в 1965-м ее переименовали и назвали в честь первого города-побратима Сочи – английского Челтенхэма. Новыми деревьями аллею пополняют каждый год. На этот раз первые саженцы «Ликвидамбров» на аллее было доверено посадить ветеранам Великой Отечественной. Тридцать раз приходится сажать деревья на этом мастерстве. Очень полезно. Дерево – это жизнь наша. Самая большая группа участников акции – это школьники. Они рассказывают об акции, узнали в соцсетях и с удовольствием откликнулись. Может поверить популяцию деревьев. Вообще можно помогать природе. И не только каждый год, и каждый день можно. К акции присоединились и общественные организации курорта. В их числе пока новая для Сочи, но уже известная своими добрыми делами в Краснодаре и Санкт-Петербурге – организация «Клубничные сердца». Этот фонд работает в двух направлениях – уборка мусора и высадка деревьев. Сегодняшний день – просто такой подарок и праздник. Спасибо администрации за предоставленную такую возможность, что мы могли тоже принять участие в этом. Посадить дерево – это удивительный такой процесс оказался. Всего в ходе акции на аллее Чултенхэма появилось более 60 новых саженцев-ликвидамбров. Кстати, акцию «Посадить дерево» провели в рамках общегородского субботника. Его объявил мэр Анатолий Пахомов. Большую уборку приурочили к предстоящему Дню города, который будет отмечаться в конце ноября. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сезон массовых катаний официально открыт. Большой ледовый праздник в минувшие выходные собрал десятки сочинцев и гостей города в центре фигурного катания «Волосожар» и «Траньково», что в Олимпийском парке. Такое массовое катание на коньках в этом центре спортивной подготовки «Югспорта» – дело обычное. А вот в минувшую субботу здесь прошла настоящая дискотека на коньках. Большой ледовый праздник сотрудники центра спортивной подготовки «Югспорт» устроили совместно с «Радио Энерджи» Сочи. Удовольствие от катания посетители получили под самые популярные хиты сезона, которые для них подобрали законодатели музыкальной моды. Кстати, весело было как детям, так и взрослым. Настроение поднимали конкурсы с интересными призами. Больше всего мне понравилось кататься и с друзьями веселиться на коньках. «Мы ходили и на хоккей, сейчас пришли все вместе дружно покататься на коньках. Некоторые из нас вообще приехали из стран, где снега нет, и они первый раз сегодня на коньках. И, конечно же, это куча эмоций и впечатлений отлично, позитивных. И мне все это очень нравится. Сегодняшнее мероприятие такое заряжено прям энергетикой отличной. «На каток хожу постоянно. Стараюсь не пропускать каждые сеансы вечерние. И хоккейная команда здесь выступает, и взрослые, и юрские, и детские. И, то есть, событий много на этом катке. И, да, прихожу, помимо того, что кататься, еще и болеть. Это здоровье, это энергия, это атмосфера, что немаловажно здесь присутствующая. И это спорт, это жизнь, это лучше, чем курить». К олимпийским видам спорта приобщается все больше горожан, поэтому работает каток тренировочной арены круглогодично. Причем как для спортсменов, так и для любителей. Сочинка Елена Веснина завоевала золото итогового турнира женской теннисной ассоциации. Награду высшей пробы на соревнованиях в Сингапуре наша землячка выиграла в парном разряде в тандеме с Екатериной Макаровой. Олимпийские чемпионки Рио Елена Веснина и Екатерина Макарова в финале победили американку Бетани Матексенс и чешку Люси Шафаржеву со счетом 7-6-6-3. Елена Веснина выиграла уже 14-й титул на турнирах женской теннисной ассоциации в паре, а для Екатерины Макаровой трофей стал восьмым. Теннисистки стали первой парой в одном сезоне, победившей на Олимпиаде и на итоговом турнире. Продолжаем. Более 400 спортсменов в эти выходные боролись за медали чемпионата и первенства Южного федерального округа, а также открытого турнира «Сочи. Кубок Черноморского побережья» под Хэквондо ИТФ. Соревнования прошли на одной из лучших спортивных баз города в центре единоборств Югспорта. За ходом турнира наблюдала наша съемочная группа. В эти выходные Сочи принимал сразу два крупных турнира – чемпионат и первенство Южного федерального округа и уже 13-й по счету открытый турнир города «Сочи. Кубок Черноморского побережья» под Хэквондо ИТФ. На соревнования съехались спортсмены из Москвы, Волгограда, сразу нескольких городов и районов Краснодарского края, а также из Крыма и Московской области. На турнир прибыли и команды из Узбекистана и Абхазии. Это самый большой турнир по округам, которые у нас проводятся в России. Краснодарский край четыре года назад действительно стал, как птица феник, вставать из пепла. Был немножечко подзабыт о Хэквондо. И сейчас на хорошем уровне ребята сборную команду попадают. Всего в соревнованиях участвовали более 400 спортсменов. Вообще-то Хэквондо считается одним из самых массовых среди всех видов единоборств в нашей стране. Его культивируют в 72 регионах России. У нас в городе развитие Хэквондо идет около тысячи человек, занимающихся по городу Сочи. Мы выезжаем постоянно. Скоро будет Кубок России. Эта подготовка идет к основным мероприятиям. Потом чемпионат России. Выигрываем, показываем хорошие результаты. Программа турниров включала в себя как личный зачет, так и командный. Спортсмены могли завоевать медали как в спаррингах, так и в Туле. Это такой комплекс, состоящий из основных в Хэквондо атакующих и защитных движений, которые выполняются в определенной последовательности. В завершении соревнований лучшие спортсмены получили заветные медали. Ну а сильнейшие отправятся защищать честь Южного федерального округа на чемпионате и Кубке страны. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». И напоследок. Российские легкоатлеты сыграли свадьбу в Сочи. Мужем и женой стали чемпионкой мира по легкой атлетике в помещении в тройном прыжке Екатерина Конева и прыгун в длину Сергей Полянский. Об этом сообщает ТАСС. На время профессиональной карьеры Конева не будет менять фамилию. Молодожены планируют жить и тренироваться в Сочи. На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.